Мавританский газон – что это? Описание, характеристики. Владельцы придомовых и дачных участков часто задаются вопросом, что это такое мавританский газон и чем им именно этот вид отличается от других. Мавританский – это разновидность декоративного газона, которых создается посевом злаковых трав и полевых цветов. В отличие от однообразного английского, состоящего только из трав, мавританский напоминает луговую поляну, где среди зеленой травы множество ярких цветов. Когда появились первые цветочные газоны, история их создания берет начало в раннем средневековье. В восьмом веке нашей эры арабы и берберы завоевали земли Испании и основали мусульманское государство Кордовский халифат. Это период расцвета архитектуры и ландшафтного дизайна на юге Европы. В роскошных дворцовых парках эмиров и халифов создавались газоны, напоминающие пестрые цветущие луга. С тех пор газон из цветущих пестрых трав называется, как и многие другие произведения искусства, созданные на испанской территории. Под мусульманским господством – мавританским. В наши дни цветущие лужайки можно увидеть во многих известных садах и парках мира. Мавританский газон – растение для мавританского газона. Приготовить набор семян трав и цветов можно самостоятельно или купить готовый. Продаются уже и подобранные смеси семян, названия которых могут быть различными – для мавританского газона, для альпийского газона, для цветущего газона, для марокканского газона. В их составе 20-40 видов неприхотливых злаковых и цветковых. От видового разнообразия зависит, как будет выглядеть луговой газон. Растения могут быть высокорослые и низкорослые. Ужайка может быть одноцветной, где все цветочки в одной тональности, так и пристроцветной. Обратите внимание, для создания цветущей поляны необходимы злаки, луковичные растения, луговые многолетники и однолетники. Можно выбрать травы однолетники, райгрос однолетний, мятлик луговый, полевицу обыкновенную или дополнить их цветущими растениями, льянкой, льном красным и голубым, календулой, дельфиниумом, хризантемами, немезией, исшольцей, нигеллой, гвоздикой китайской, мускусным и синим васильком, гипсофилой. Для создания многолетней поляне подойдет райгрос пастбищной, полевица тонкая и овсяница красная. Полянку можно украсить луковичными цветами, нарциссами, тюльпанами, крокусами, галантусами, ветреницей, гиацинтами, мускарями, рябчиками, пролесками, подснежниками. Хорошо распространяются самосевом следующие виды цветов примулы, купальницы, вероники, ирии героны, маки восточные, водосборы, дароникумы, поповники. Можно сажать ромашки различных сортов, незабудки, маргаритки, сальвии, карликовые цинии, первоцветные зефирантусы. Растения для мавританского газона особенности цветного газона. Почему газон из пестрых трав получил такое распространение? Цветущий лук притягивает взгляд и очаровывает, а также имеет ряд преимуществ. Не нужна постоянная стрижка, растения возобновляются. Самосевом нетребователен к почве, внешний вид его постоянно меняется, одни цветущие растения сменяют другие, является ярким декоративным элементом участка. Среди минусов можно выделить следующие, необходимость протевания, трудоемкость, ревыращивание на обширной территории пыльца цветковых. Растение может вызвать реакцию у людей, страдающих аллергией. Важно! Луговой газон выполняет только декоративную функцию, не предназначен для хождения по нему, игр, пикников, возможные заболевания и как с ними бороться. Растения цветочного газона могут быть подвержены грибковым заболеваниям, фузариоз, красная нить, мучнистая роса. Возбудители заболеваний сохраняются в растительных остатках, в семенах и в земле. Фузариоз проявляется появлением гнили, вызванной грибами рода фусариум. Зараженную часть следует удалить вместе с дерном и провести обработку противогрибковыми препаратами. Из-за недостатка питательных микроэлементов злаковое растение может поразить красная нить. Это заболевание проявляется бурым потемнением на стеблях и листьях трав. Для предотвращения распространения болезни необходимо удалить дерн, засеять новых трав и внести удобрения. На цветах и травах может появиться белый налет, вызванный мучнистой росой. Это заболевание очень быстро развивается, поэтому при первых признаках необходимо обработать цветущий газон противогрибковым препаратом и уменьшить полив. Красная нить Как вырастить цветочный газон? Для того, чтобы вырастить красивую цветущую лужайку, необходимо следовать рекомендациям и поэтапно выполнять их. Выбор участка и подготовка почвы. Цветную лужайку можно разместить на бывших грядках или выбрать любой свободный участок. Его необходимо выровнять, освободить от дерна и сорняков. Обновить плодородный слой почвы и добавить органические удобрения, навоз или перегной. Вскапывать участок под посев необходимо на глубину 15-20 см. Тщательно рыхлить граблями землю. Дополнительная информация. После подготовки участка лучше оставить его на несколько недель, чтобы затем убрать сорняки. Посев семян на упаковке с семенами нормы высадки должны быть указаны. Если смесь подбиралась самостоятельно, то норма распределения семян 30 грамм на 5 кварталов. М. Необходимо равномерно распределить семена, полить и накрыть мелко сетчатым игроволокном, которое защитит семена от птиц. Допустимо два варианта посева. Семена из двух пакетиков можно смешать и посадить одновременно. Сначала посеять травы, а потом цветы. Не обязательно засевать всю травянистую часть цветами, можно создать яркие цветочные островки на фоне зелени. После посадки семян нужно еще раз выровнять землю и аккуратно полить посевы. Чтобы защитить растения от внезапного весеннего похолодания, рекомендуется укрыть посевы полиэтиленовой пленкой на несколько дней. Обратите внимание, семена обычно продают в двух пакетиках, в одном дернообразующие злаковые травы, в другом газонные цветы. Полив первое время всходы нужно поливать капельным способом. Когда саженцы подрастут и окрепнут, поливать их нужно около одного раза в неделю вечером или ранним утром по необходимости. Удаление сорняков. Главная трудность в уходе за цветочный поляной – это своевременное удаление сорняков вручную, с помощью садовой. Вилки или маленькие лопатки. Аэрация требуется для формирования корней, чтобы растения сами могли обеспечить себя влагой. Для этого нужно периодически прокалывать почву вилами. Аэрация подкормка растений вносить комплексное удобрение необходимо, начиная со следующего года после посадки. О нехватке питательных веществ просигнализирует выжелтение цветов и трав. Скашивание цветную лужайку нужно косить два раза весной после появления зелени, но до появления цветов и осенью после завершения цветения. Первый покос необходим, чтобы цветы могли вырасти среди зелени. Важно помнить, что осенью семена трав и цветов на газоне должны вызвать и осыпаться, тогда не нужно будет проводить дополнительное поцеливание через год. При правильном уходе мавританский газон способен много лет украшать участок, даря яркость красок, сочной зелени и пестрых цветов.